Я признаю самая чистая вода в российской России, правильно? Так же это. Понимаете, это факт, который кто-то может признавать, кто-то и может не признавать. А, извините, от того, что есть реальный факт, ему можно нравиться, не нравиться, но факт есть факт, его отрицать невозможно, можно игнорировать. Я хочу вернуть на каждого человека, вот я хочу тебя отсидеть, кем я в тузоотном дискрус? Но есть и методы, есть и методы и в этом плане. К примеру, может быть, недавно показывали фильм «Великой тайны воды». Видели? Да, 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 смотрели. Вот я смотрел тоже этот фильм. Да, там интересная информация, но ни один из тех, кто говорил, не отметил, что вода является просто носителем. Она является только лишь носителем. Это странно, но тем не менее. Но что самое интересное, что, допустим, то, что мне кое-что просмотрел, польза для меня личного просмотра в этого фильма. Знаете, какой? Потому что там, допустим, действительно приводится правильная информация о том, что вот когда вода, как говорится, в трубах текущие проходит через очищение, все равно сохраняют себе гадости многие, сохраняют себе отрицательную энергетику от людей, плюс нарушается ее здоровая структура и так далее, потому что она поворачивается в много раз под трубами и тому подобное. И в результате, когда мы открываем кран, из крана течет мертвая вода. Это, если правильный вывод сделать из того фильма, правильно? Да, да, да. Там же. Вот. Что можно сделать, допустим, ну, к сожалению, не каждый человек может сам это сделать, но, опять-таки, существующее тело, можно поставить на каждый кран вот такое маленькое колечко. И вода, происходя через него, будет из мертвых превращаться в живую. И вы будете пить эту воду то же самое, что пьете из родника. Колечко с платины? Нет, без платины. Платины. Ха-ха. Не, платины нужно. Но, это, надеюсь, у нас будет, это не просто мысль пришла, надеюсь, будет реализована мысль. Потому что решение проблемы, это именно такие варианты оптимальных. Потому что, конечно, можно очистить воду в хранилище, но пока по трубе он отойдет, все равно там химические стабилизации. И к тому же, это колечко может не только делать мертвую воду живой. Это вопрос второй. Мы же не обсуждаем сейчас технологию, мы не сможем эту проблему. Колечко будет очень дешевое, поверьте, это не будет дорогое, не из платины. Но это пока еще нет, потому что нужно наладить производство. Надеюсь, это будет налажено. Хотя, вот я говорю, что есть в России разработанных классов. Есть идея, есть? Конечно, идея. Есть разработанное множество технологий, которые позволяют решать. Так вот, это колечко может не только, допустим, делать мертвую воду живой. Что можно просто спокойно взять и сделать снимок воды до другой и после того. И сразу просто доказать, что вот эти мертвые вода входят, выходит живая. А она до глухолечка? А зачем наоборот? Наоборот и так достаточно. Если нужно мертвую, откройте кран. Зачем магнит? Магнит не нужен магнит. Нет, не нужно ни электричества. Не нужно ни электричества, ни магнитных полей, ничего. Это опять-таки мысль, опять-таки старыми категориями. Все на тайге будет? Нет, не все. Просто, в любом случае, факт есть факт. То, что, допустим, было загрязнение воды, очень серьезное. Потому что, действительно, озера, реки, болота, в Глоканде, там много болот и так далее, были просто испоганены. Полностью все, так сказать, была кислотная среда. Такое уровень, что, действительно, все рыбы, и не только рыбы, реки, втекающие, я читал статью, что даже морские звезды там подыхали. И потом, опять-таки, заняло все несколько минут работы по новой технологии. И территория Аркадинской области, опять Франции, размер. Очистилась и до сих пор чистая. Конечно, продолжает галить, извините за выражение. Но, опять-таки, вопрос в том, что нужно не только не допускать, чтобы не только решать проблему, но нужно еще не допускать, чтобы нам вновь ту же самую проблему создавать. Понимаете, сколько можно наступать на те же самые грабли? Я не знаю, умный человек наступает только один раз, в лучшем случае. Поэтому, вот, пожалуйста, есть возможность действительно положительной, когда можно решать проблему и капитально решать. То есть, основательно, не просто так, как мы подумаем, мы решим, есть уже факты и так далее, и так далее. Понимаете, то же самое, если говорить о, допустим, экологических проблемах, то иногда странно наблюдать такое вот, не отрицательное, а негативное отношение к своей собственной планете, которое наблюдается у власти держащей. Понимаете, который за рублем, который, так сказать, а не доллар, не важно, с бумажками, не забываю, что, знаете, в том анекдоте есть старый анекдот, у нас, как вы хотите говоря, это по военной кафедре у нас была, и тут же офицер, и не только запасы, но и был в армии действующем, но перед тем, как стать, у нас на университете была на кафедре военная кафедра, на комфете, и там был анекдот ходил такой, как полковник читает лекции по военке и рассказывает, в принципе, действия атомной бомбы. И у него, значит, на столе одна половинка ядерная бомба, атомная бомба, атомная бомба другая. И он говорит, вот мы сейчас их сближаем. И так студент поднимает робко руки. Товарищ подполковник, ты когда взорвется? Сядьте, ЦУРСАН, у нас есть запасная. Может, кто-то слышал-то, никто. Но вот, к сожалению, у нас запасной не будет. Понимаете? К сожалению, у нас запасной планеты не будет. Понимаете? А анекдот, конечно, хорошее дело. Если бы так случалось в жизни, как анекдоты, мы бы все бы счастливы. Но, к сожалению, в реальности, если мы угробим нашу планету, то вторую нам никто, людочек, не преподнесет. Поэтому вопрос, стоит ли гробить? А если к тому же, что мне самое интересное, что некоторые проблемы, которые были решены уже, вместо того, чтобы сделать вывод и прекращать гробить ситуацию, существующие власти держащие считают, что один раз кто-то решил проблему, решат и десятые, пятые, десятые, сто-то раз, миллионы раз. Можно продолжать пакостить как можно больше. Я просто приму пример с озоновой дырой. Для того, чтобы мне достоверно известно, что это, опять-таки, не слухи, а реальные факты, потому что не предусматривали человеку, который непосредственно в 89-м году, в 90-е годы был связан с космической программой Советского Союза, тогда еще, и они, было совместно совещание Насовской и нашей НПО «Энергия». И вот один руководитель был тогда. Я не назову его фамилией, потому что не имеет смысла, не важно. Так вот, мы когда беседовали, он сказал, что в 89-м году было совещание Насовской, на котором он присутствовал, где Насовские эксперты рассчитали, что если с такой же интенсивностью человечество будет продолжать запускать искусственные спутники, ракеты и т.д. и т.п., как было до 89-го года, то через 10-15 лет будет уничтожен полностью озонный слой Земли. Неплохо? То есть, к 2005-му максимуму году жизни на половине Земли, в принципе, не должно было быть. Ну, пока мы сидим здесь еще, так? Но вопрос в следующем. Они знали об этом, так? То есть, это реальные факты, которые зарегистрированы учеными, которые, так сказать, не кто-то им, не ходят там откровения с Господа Бога и тому подобное, они посчитали, не рассчитали, что то, что было сделано с первого запуска 59-60-х годов, до 89-го года было уничтожено за 30 лет 30% озонового слоя Земли, озонового слоя Земли и т.д. Проблема была решена. И что они сделали? То же самое продолжают делать. Продолжают запускать и запускать еще больше, чем запускалось раньше. Так, черт возьми, ну, запускать, ну, во-первых, если запускать, то нужно понимать, что делать, можно запускать так, чтобы ничего не гробилось, то есть, почему не перейти на те технологии, которые действительно могут позволить человечеству выйти на тот уровень, когда они и космос познают, и планету не гробят. Ведь существуют эти технологии, и можно разработать. Вот, Михаил, как этот геоботаник, который... Глебенник. Глебенник, да. Пример. И почему нельзя взять технологии, которые обнаружили, то же самое Глебенников, и не исследовать на основе него, и не получить интеграционный аппарат, с помощью которых можно перемещаться в пространство, и не гробить пространство, и природу планеты. Можно? Можно. Но не делается. И опять-таки, смотрите, этот геоботаник, он случайно наткнулся, но, опять-таки, смог увидеть то, что каждый день наблюдает каждый, и никогда не обращает внимания. Я его не знаю, лично, так сказать, он умер, к сожалению. Но, тем не менее, то, что он обратил внимание, действительно очевидно, если задуматься. Он обратил внимание, если кто не в курсе, я приведу немножко в двух словах, что он сделал. Он, изучая жуков, обнаружил, что, в принципе, те крылышки, которые у них выдвигаются из-за жестких крыльев, когда они летят, до того маленькие, до того хрупкие, то, по закону современной физики, жуки летать не могут. То есть, вес колоссальный, а площадь подъемной силы, крылышей, и нагрузка, которая на крылышку будет вылезет, ничтожная. Но жуки летают. И он говорит, как же так, вроде же летать не может, а летает. Не должен летать. Значит, что-то здесь не то, да? И он стал звучать, и обратил, начал звучать, и обратил внимание на жесткие крылья. И он обратил внимание, что жесткие крылья жука имеют трубчатую структуру. Трубчатую структуру, которая диаметром трубочек разный, вверху и внизу. И оказывается, что именно трубчатая структура в правилопропорциях, разная, да, создают улучшение силы тяжести. То есть, получается, жук весит гораздо меньше, чем он весит, на самом деле. Или тут, когда начинает двигаться, маленькая дочка, возникает условие, и он летит. Вот и пожалуйста. Почему он написал книжку, которая в основном, 99 экзаменов, вышли в США, да? Почти все, что он. В США. Это русские ученые. И вот здесь никто, ничего, даже книжки, слава богу, копии остаются. Вот мне, как говорится, мой друг один передал эту копию, я не нашел время прочитать, но в принципе мне понятно, в принципе, у него еще интересно прочитать детали, как он действительно шел к этому. Понимаете? Существует множество технологий, которые позволяют действительно решать проблему совершенно по-другому. Но, тем не менее, эту проблему не решают именно таким проблему. Продолжают гробить. Вопрос в следующем. Хорошо. А что сделается с теми, кто, ну, дело так и наделается? Вот, понимаете, большинство людей, я называю это, у них болезнь серьезная. По-английски называется money sickness, то есть, денежная болезнь. То есть, кроме денег, деньги или все, они ничего, кроме денег, не понимают, не знают, не желают. Но вопрос в том, что, ну, хорошо, если вы будете сидеть на 10 тонах золота, а у вас не будет куска хлеба покушать, вам золото поможет? Не думаю. Или кто-то заберется в бункер, на сколько лет, вы просите, в бункере, 100 лет, 200, 300, ну, когда-то вылезать нужно, а сколько туда можно залезть, ну, все, сейчас и не залезет. Значит, получится маленькое число. Значит, в любом случае, мне непонятно, с одной стороны, в философии и, так говорится, в позиции таких людей. Потому что они гробят не только всем остальным, они гробят самим, для себя, для себя. Это значит, что пилить сук, на котором сам сидишь. Вот они сидят на том самом сук, на котором все остальные, мы с вами. И весьма активно его пилят. Вопрос, а нужно ли это делать? Думаю, нет, правильно? А нужно ли позволять нам с вами, вот этим людям, которые психическая болезнь, вот это и делать? Я говорю, психическая болезнь не потому, что, я хочу сказать, вот, понимаете, одно дело, когда человек имеет деньги, и он управляет деньгами. Другая ситуация, когда деньги управляет человеком. Я просто вам приведу пример, когда мне приходилось по статье, я забыл фамилию миллиардера американского, который решил, когда, странничать немножечко, и отправился просто в путешествие в стопу, автостопу. И он остановил большой музовик, и он подбросил туда, подбрашивает его. И он заявляет водителю, что он всю жизнь свою мечтал, чтобы поселить за рулем такой большой машины. И никогда не имел такой возможности. Но он сказал, ладно, дорога, свобода, садись. Сел, он проехался немножечко, и довольный, счастливый, он его выбросил. И перед тем, как покинуть его, он попросил его адрес. Ну, ну, а зачем? И отец, кольцент, новогодний астридент пошлет. Он ему дал адрес свой. А потом, через некоторые, когда он умирает, оказывается, что все свое состояние он завещал этому человеку. За то, что дал проект. Но вопрос того, что он дал проект, это криптоваляйка. То есть, он показал, что этот человек относится к нему по-человечески, не считая, что есть у него деньги или нет денег. Это понятно. Но у меня непонятно другое. Это человек, имея миллиарды. Он мог. Если уж так мечтал с детства, черт возьми. Да купи себе эту машину. И есть на ней. Если жалко, купить машину.